Между нами ток 220 вольт. Обсуждение данного вопроса проходило под председательством первого заместителя главы администрации Забира Габдулина. Он подчеркнул, что собравшимся предстоит проделать очень большую серьезную работу, а конкретно пересчитать всех потребителей услуги и подготовить площадки под мусорные контейнеры. Многие управляющие имеют совместную контейнерную площадку. Там возникает ответственность по уборке этой контейнерной площадки, поэтому просьба до Нового года решить этот вопрос по ответственности по уборке соседними управляющими компаниями, соседними домами, чтобы спорных моментов у нас не было. Но тут у присутствующих возник резонный вопрос, который долгие годы так и остается нерешенным. Когда за вывоз мусора платят одни, а по факту площадкой пользуются другие. Вот у меня гаражный кооператив примыкает к оселу. Значит, и половина примыкающих людей носит мусор ко мне. Но это ситуация не новая для всех. Но все дело в том, что, значит, а какие на них воздействия-то? Значит, они доктор не заключили, деньги не платят, таскают ко мне. Все довольны, кроме меня. С ними как-то будет работать какая-то, нет? Чиновник ответил, что организаторы мусорных площадок сами должны принять меры по предупреждению таких случаев. В качестве примера предложил использовать баки с электронными ключами. По принципу домофона на двери подъезда. Такой подход собственникам площадок показался, мягко говоря, нереальным. Ну, а когда мусор-то как складывать тогда? Ну, закрывайте, ключ раздайте каждому отзывку. 1200 человек? Пожалуйста. Тогда получайте от других жителей. И раз вы не хотите организовать сбор мусора, за вас никто не придет и не организует. А вот на один из самых важных для потребителей вопросов изменения тарифов на данную услугу ответа до сих пор нет. На данный момент, значит, пока тарифы не разработаны. Но комитет по тарифам, тариф обещает в октябре месяце разработать. То есть будет определена стоимость кубинского метра вывоза и утилизации мусора. Норматив он установлен. Для граждан многоквартирных домов собственников это 2,6 кубометра в год. Для индивидуальной жилищной застройки 3,7 кубометра в год. На основе этих нормативов и будет определена стоимость услуг. С заключением договора на их оказание все намного проще. Он будет считаться состоявшимся после оплаты квитанции. Пожалуй, хорошая новость для отдаленных деревень. Сбор мусора в мешках планируется заменить на контейнерные площадки. Причем за счет средств бюджета городского округа. Схема также пока разрабатывается. На решение всех поднятых вопросов у собравшихся две недели. После чего схемы будут переданы региональному оператору. Марина Медвинская, Азат Давлешин. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин